Первый урок в школе номер 28 волонтёры из школы здорового питания посвятили пользе хлеба. Ребята вспомнили пословицы и поговорки, сыграли в съедобное и несъедобное, узнали о том, какой путь проходит пермский хлеб, чтобы попасть в школьную столовую. Точно могу сказать, что хлеб важен для школьника, для подростка, потому что это большое содержание углеводов. Особенно полезен чёрный хлеб или хлеб из цельных зёрен, как он называется, сейчас очень популярен. Очень много производителей, очень много такого хлеба производится и как раз пермскими производителями. Школа здорового питания рассказала первоклассникам о том, что в Перми выпекают десятки сортов свежего хлеба, булочек, сушек и баранок. Для этого только в городе каждый день работает 15 пекарен и 18 хлебозаводов. Качественный хороший хлеб, сделанный на хороших дрожжах, с отсутствием консервантов, мы знаем, портится, черствеет через 1-2-3 дня. Что же касается импортного хлеба, он идёт до нас прямо до нескольких месяцев. Срок годности данных хлебов достигает полугода. Не секрет, что малыши очень любят сладкое. Причина, как говорят врачи, в том, что школьникам для активной работы мозга очень нужны углеводы. Вафли, конфеты и шоколад дают быстрые углеводы, но они же перенасыщают организм сахаром. Поэтому специалисты советуют, давайте детям больше хлеба, а вместо бутерброда сэндвич с двумя ломтиками полезного свежего пермского хлеба. Наша задача, чтобы дети научились читать этикетку. Дети научились задумываться и задавать самые простые и в то же время самые сложные детские вопросы. Почему это стоит дороже, может быть, это качественнее, почему у нас не производится сгущенное молоко и почему у нас не растут ананасы. И таким образом мы сразу переходим к другой цели. Общечеловеческие дети начинают заботиться о своём питании. 40 минут урока пробежали незаметно. Ребята не сидели на месте, участвовали в конкурсах и узнали много нового. Через какой путь проходит хлеб, что хлеб полезный. Мне понравилось играть. Съедобный, несъедобный. Полезный, это батон. Зернистый. В конце урока все первоклассники получили подарки. Магниты, значки и наклейки. Они будут им напоминать о том, как важно питаться правильно.